Музыка Ленур, ну вот скажи, почему ты, крымский татарин, вдруг ходишь, да, действительно на эти русские митинги? Собирается в основном русское население там. Будет, наверное, правильнее сказать не на русские митинги, а на митинги жителей города Севастополя. И там не только русские, хоть и не в большинстве, там люди, которые многие дезинформированы, не понимают, находятся в состоянии страха. Они, с одной стороны, выражают правильную свою позицию о том, что надо нам объединяться, жить в мире. Но в то же время информация, которая идет с Крыма, она идет противоречивая, информация, она идет такая нагнетающая. И для того, чтобы не было у людей ложных представлений, ложной информации, ее нужно оперативно развеять. И моя цель была не допустить использования славянского фактора, чтобы русский народ запугали крымскими татарами, чтобы не было дезинформации, которая бы привела к тому, чтобы русские ненавидели крымских татар, потому что они такие, потому что сейчас идет такая вот информация нагнетающая. Пообщавшись, все непосредственные, которые были сложности, вся предвзятость, весь страх, который был у жителей Севастополя, славянского населения, после общения со мной, естественно, они пришли к выводу, что нету между нами никакой вражды. И важно, важно, то есть эту работу вести не только с мусульманским населением, но в том числе и с христианским, потому что мы живем на одной территории, и необходимо проводить контрпропаганду, направленную для стабилизации и мира. И если же мы будем говорить односторонне, то мы не добьемся большого результата в тот момент, когда другая часть населения, славянская, она запугивается. И нам нужно четко понимать, должен быть диалог, должен быть конструктив в общении, и мы должны приходить к общему пониманию и следовать общим целям. Потому что, что у крымских татар, что у русских, общее прошлое, прошлое с Крымом, и все прекрасно понимают, что нам делить нечего. То, что происходило у нас в Крыму за последние 20 лет, лишь привело к тому, что оба народа запугали друг против друга. Была постоянная дезинформация, постоянные выборы, которые, наоборот, разъединяло этот народ, вместо того, чтобы поднимать общий Крым, преподносило, что русские хотят одного, а татары хотят другого. Говорилось о том, что теми же крымскими чиновниками, что татары все земли захватили, те же чиновники, но при этом ни татарам, ни русским земли не давали. Хотя, если разобраться, то мы прекрасно понимаем, что в Симферополе ежегодно выделялась земля, и если была бы прозрачность, мы могли бы видеть, если действительно те земли, которые были захвачены, и они для города имели какой-то иной статус, то нужно было разъяснить, сказать, земля-то есть, надо дать другую землю, то есть нужно проводить диалог с населением. Вместо этого их просто загнали. И хочу вам сказать, что я добился большого результата, для меня это даже было неожиданностью, что жители Севастополя, очень грамотное население славянское, оно вообще не имеет никакой ненависти к татарскому населению, это очень радует, очень грамотное население. У многих совместные браки, но когда вот касается вопросов политики, как-то люди забывают о том, что у нас совместный бизнес, что у нас общая история, что нам нечего делить, что у нас одна экономика. И вот та политика, которая проходила, она была грязная. То есть политика противостояния. Не политика, а именно объединение и решение общих проблем, а лишь какая-то сиюминутная выгода на национальной почве. Власть, так скажем, президента Ющенко допустила сюда, впустила сюда широким потоком вот этих всех экстремистов, хизбов, вахов и так далее. Следующая власть в лице Януковича ничего с этим не сделала, не запретила. Хотя это вот все было запрещено уже давным-давно в России. Вот вылавливают их там до сих пор тоже в России. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь сейчас, когда Крым определится уже с кем ему быть? С Россией? Быть с Украиной? Или быть автономным государством, совершенно совсем автономной республикой? Будут ли решены вот эти проблемы? И мы избавимся ли от этих вот экстремистских организаций? Конечно, это зависит от волевого решения наших руководителей. Но будет грамотно сказать, что необходимо послушать меня, потому что в этих вопросах я очень хорошо разбираюсь, не хвастаясь, но 14 лет противодействия экстремистским организациям. То есть я уже накопил большой опыт со многими этими организациями. И следует сказать, что и при Ющенке, руководство СБУ Крыма, и при Януковиче, руководство СБУ Крыма, специально не решало проблемы экстремизма, вплоть до того, что было заявлено, что они ничего не видят плохого в действии партии ХСБУ Тахир, хотя население уже-то страдало, хотя уже люди обращались. Почему? Все довольно просто. Для того, чтобы, если славянское население, пророссийские и русские организации пойдут в сторону России, они активизируют этих радикалов, они с ними заигрывали. Поэтому я считаю, что нынешнее руководство СБУ Крыма, они такие же предатели, как и те же ХСБУ с ваххабитами, потому что они хамелеоны. И все это делалось не во благо нашего населения. Нам необходимо это понять, руководство поменять на корню. Туда должны прийти патриоты, а не те псы, которые с одной власти присягают к другой власти. Это важно. Очень важный момент сказать то, что все, что делалось, делалось не во благо. Делалось для того, чтобы рано или поздно взорвать на этой обстановке. Делалось для того, чтобы можно было надавить на Россию, чтобы можно было использовать крымских татар. Очень важно сказать, что при Ющенке, я тоже писал заявление, я выступал от лица народа, даже есть обращение письменное от жителей Байдарской долины, где мы обращались с призывом запретить эти организации, однако же нас никто не услышал. Не было до сих пор ответа ни от МВД, ни от СБУ, ни от прокуратуры, ни от администрации президента. То есть нет ответа, то есть система не работала. Она проявила не то, чтобы там пассивность или халатность. У нас в структуре СБУ или же предатели, или же трусы. Но больше всего я хочу сказать, что они предатели. Они знали. Они знали, что есть хызбы. Они знали, что есть ваххабиты. Они знали, что рано или поздно они захватят власть, что это приведет к кровопролитию. Но ничего не делали. Более того, когда вопрос решался о том, что давайте противодействовать, давайте возможность изыщем финансирование, чтобы можно было вести контрпропаганду против них, все, что было, они заблокировали. Мы нет доступ к средствам массовой информации. И только благодаря севастопольскому телеканалу НТС я смог пробить этот рубеж. Но хочу вам сказать, что не везде, естественно, я успел. Потому что то, что они делают, они вкладывают миллионы. То, что я делаю, я вкладываю свои последние деньги. Вот скажи, пожалуйста, вот сегодня обстановка в Крыму крайне накалена. Два дня назад Беркут, который стоит на защите перешейкой, досматривает все машины, уже изъял 810 килограмм взрывчатки. То, что у нас есть хызбы, есть вахи, да, здесь в Крыму. Сколько у них этого накоплено? И не начнется ли сейчас волна каких-то терактов или еще чего-нибудь вот подобного? Если они достанут, грубо говоря, из-под пола вот эту вот взрывчатку, понимаешь, и начнут это пускать в действие, оружие это. Ну, будет правильнее сказать, что количество тротила, которое есть у нас в Крыму, он в избытке. Он в избытке даже по той простой причине, что те же склады, которые есть в Анкермане, они плохо охраняются. Более того, что весь Севастополь, да и весь Крым, везде, где ни копни, в Азии та или иная бомба, то есть из нее можно изъять этот тротил. Поэтому процесс насхождения взрывчатых веществ, то есть не является вообще никакой проблемой, в отличие, скажем, от той же России или Европы. Касательно того, что они могут взорвать, они и все делают для того, чтобы это произойти. Единственное, что могут сделать хызбы с ваххабитами, это на существующих противоречиях взорвать обстановку. Сейчас это самая благодатная почва. Хорошо, что жители Севастополя поняли меня, послушали, но необходимо выходить на Крым. Необходимо объяснить славянскому населению, что ваши враги не крымские татары, не крымские мусульмане, а хызбы ваххабиты, которые хотят использовать крымско-татарский мусульманский народ в противовес. Когда оба народа это будут понимать, даже если произойдет тот или иной теракт, люди не попадутся на провокацию. А сейчас, если произойдет теракт, люди попадутся на провокацию, потому что упущено время. Структура СБУ вела политику замалчивания. Она мало того, что не решала проблемы крымских мусульман, так она еще ничего не говорила славянам. И здесь необходимо принимать все меры, вплоть до того, чтобы круглосуточно рассказывать о том, что все, что сейчас могут сделать, это привести к кровопролитии. Нам необходимо объединиться, нам не нужна война. Хорошо, вот расскажи, как у вас сейчас обстановка в Байдарской и Варнаутской долине. Немножко стабилизировалась после наших фильмов, после выхода наших фильмов? Общее восприятие самого народа, крымско-татарского и славянского, она очень положительно начала относиться, очень сильно благодарит ваш канал за то, что вы сделали эти фильмы. Действительно, крымско-татарский народ задумался, многие вещи, естественно, он не знал и до сих пор не знает, потому что наше население находится под идеологическим колпаком межлиса, то есть, как бы, то, что межлис скажет, и люди так считают, что это правильно. А вот перепроверить эту информацию практически бывает невозможно. Есть, конечно, среди наших крымских татар очень много, даже я скажу, не просто там есть, а очень много людей, которые имеют свое мнение, не разделяющее с межлисом, но все сделалось так, чтобы их дискредитировать. Что по долине? По долине получилось так, что население понимает, но количество хызбов меньше не становится. Не становится, потому что им платят деньги, им платят большие деньги, что даже для местного населения это вызывает, как бы, такое вот шоковое состояние, ну, как люди работают, они не могут себе позволить то, что делают они. Важно понять, что за 20 лет то, что было вложено в хызбах и лаххабитах, ежемесячная зарплата, которая составляла там от 300 до 2000 долларов, в зависимости от деятельности того или иного члена, не будет просто так выкинута. Они не согласятся. Единственное, что они сделают, это рано или поздно взорвут ситуацию. Поэтому необходимо раз и навсегда на корню решить этот вопрос. Вместе, крымские татары с русскими, прийти к единству, понять, что терроризм это зло. Более того, я всегда делал акцент и всегда говорил уже своим же братьям-мусульманам, те, которые сочувствовали хызбам, ваххабитам, я говорил, что, ребята, просто задумайтесь. Вот везде, где появлялись хызбы ваххабиты, нигде не было мира и процветания для самих мусульман. Везде, наоборот, мусульмане страдали, их использовали, везде было только зло. Необходимо понять, то есть надо становиться мудрыми. Хватит нам второй Чечни, второй Югославии. И в этом плане необходимо вести просветительскую работу среди населения. Мне, естественно, очень жалко, что часть моего народа поддалась под эти провокации. И здесь важно не то, чтобы их там всех под одну гребенку посадить или же назвать экстремистами. Необходимо затрачивать огромные средства, проводить меры профилактики и спасать свой народ. Вот ты сделал сегодня обращение к Рамзану Кадырову. Ты выступаешь против экстремистов. Мы давно сотрудничаем вместе, делали вместе эти фильмы. Ты не боишься за свою жизнь, за жизнь своих родных? Тебе не страшно? Конечно, страшно. Страшно порой даже бывает, что я вечерами плачу. И на многие вопросы не могу найти ответ. И до сих пор не нахожу. Я понимаю, что мне идут угрозы, что мне многие предупреждали, что ты подставляешь себя, свою семью. Я понимаю, что мое молчание не приведет к хорошему результату. И понимаю, что нужно все равно что-то делать. И вот моя совесть, моя внутренняя душа не позволяет мне молчать. Если я мусульманин, если я стремлюсь показать свое лицо, то я должен сделать так, чтобы был мир, и чтобы ислам процветал, а не угнетался. Чтобы нас, мусульман, не использовали в экстремистских организациях. Конечно, до сих пор этот вопрос открытый. Почему я обратился к Рамзану Кадырову? Потому что в его лице я вижу мудрого человека, который с этой проблемой столкнулся. И он знает выходы из ситуации. Поэтому у него опыта больше. И поэтому было бы хорошо прислушаться к его мнению. И не просто прислушаться, а попросить помощи. Потому что мы беспомощны, мы бессильны. Я об этом всегда говорил, что крымские татары, да и как и любой мусульманский народ, фактически становятся заложником геополитической игры, становятся заложником международных террористических организаций. И в одиночестве они не могут справиться. Им нужно помочь. Их надо выслушать. Нужно предпринимать все меры для того, чтобы не было принципа «моей хаты с краю». Мы должны взаимосотрудничать. Ведь мир и благополучие – это самое главное процветание для всех народов. И в этом случае надежда на Рамзана Кадырова, что он поможет. Вплоть до того, что те, кого можно вытащить из числа хасбутахир и ваххабитов, чтобы он пригласил к себе и объяснил. Чтобы не думали о том, что этот закон, то, что я требую о запрете экстремистской деятельности, что он якобы приведет к тому, что будет крымских татар ущемлять по религиозному принципу. Нет. Этот закон нужен для того, чтобы защитить мусульман, защитить всех проживающих на территории Крыма от влияния извне. Ну, собственно, и не мусульман, и русских тоже, и украинцев. Более того, я хочу сказать, что на сегодняшний момент запрет экстремистской деятельности даже намного важнее, чем все остальные законы взятые. Почему? Потому что тот или иной закон, который принимается, он своего рода решает какие-то социальные аспекты. А проблема международного терроризма решает безопасность всех жителей. И поэтому, если мы сегодня не примем эти законы, если мы сегодня не поможем крымским мусульманам, то завтра, когда они зарвут, все, что это делалось, просто канет в небытие. Мы же прекрасно понимаем, что у них все слажено, у них очень хорошо работают средства массовой информации, поэтому их политтехнология запугивания превосходит даже все наши современные средства массовой информации. И для этого необходимо противодействовать. Что они на самом деле хотят? Зарвать церкви, зарвать мечети и столкнуть два народа. Так мы упустили до такой степени, что это может произойти. Но если мы сейчас просветим славянское население и мусульманское население, даже если это произойдет, а это может произойти, то все будут знать, что это провокация. Это не татары, это не русские. Это просто провокация. И мы знаем, кто это делает. У нас есть весь список членов Хизбута Хир, которые входят в этот состав. И поэтому это вам не Чечня. Мы конкретно будем знать. И никто из русских не будет находиться в состоянии страха или безумия и просто ненавидеть всех крымских татар, или же наоборот. Мы знаем, кто это хочет сделать. И наша цель – помочь нам. Скажи, вот ты один или вас много? Ну хорошо, вот вдвоем мы, допустим, сотрудничаем и работаем над этой проблемой. На самом деле я не один. Таких, как я, это весь народ. Но неужели вы думаете, то, что я говорю, является каким-то неразумным? Неужели кому-то хочется верить, что татарский народ желает смерти славянскому народу? Неужели есть тот, который скажет, я хочу, чтобы был экстремизм, я хочу, чтобы мусульмане страдали, и я хочу кому-то отрезать голову? Нормальный человек. Никогда не может об этом думать, и у него в голове никогда такие мысли не возникнут. Конечно же, противоречий очень много. Их надо решать с помощью совещаний, диалогов, и все решаемо. На самом деле, 99% всех проблем, которые есть в Крыму, можно решить за неделю. То, что не решили за 20 лет. Все довольно элементарно. Один из таких примеров. Экстремисты оперируют на том, что в Крыму не дают землю для постройки мечети. Принять закон, везде, где есть мусульманские общины, где проживают мусульмане, выдать землю под культовое сооружение. Но это должно касаться, не однобокое, должно касаться всех конфессий. Для того, чтобы не было предвзятости. Для того, чтобы славянское население завтра не сказало, что вы мусульманам дали землю, а христианам не дали. То есть, здесь нужно взаимосотрудничать. Не то, чтобы кому-то давать, кому-то не давать. А уметь мирно сосуществовать. Конечно, многие скажут, что у христиан нет проблем с культовыми зданиями. Соглашусь. Но при этом всем нужно вести диалог. Более того, касательно той же земли, когда говорят. На самом деле, земля есть, но землю не дают ни русским, ни татарам. Та власть, которая была, она смотрела, мало ли чего хотят татары, мало ли чего хотят русские. Мы эту землю продадим. Продадим тем же татарам русским, но за деньги. И вот нужно порвать этот порог. И, скажем так, все довольно легко решается. Но это не было выгодно той власти. Но ты веришь, что 30 марта, когда будет референдум, все решится, в конце концов, и мы вдруг проснемся на следующий день в совершенно новом мире? Нет, я в сказки не верю. Я, наоборот, вижу, что будет ситуация ухудшаться. Я прекрасно понимаю, что суда могут завести боевиков из Сирии и не допустить возможности новому государству крымскому, новому правительству мирно существовать и развивать Крым как международный курорт, о чем было заявлено. Они не хотят допустить, чтобы, как сейчас идет политика того, что сейчас для крымских татар предоставляют огромные права и полномочия, возможности, вплоть до того, что будет построена соборная мечеть, и не только, то есть на чем Межлис оперировал. Сейчас просто уберут у него все рычаги влияния и воздействия. Они просто это сделают, покажут о том, что русские вам не враги. Они это сделают для того, чтобы все понимали, что только в мире, в диалоге и сотрудничестве мы можем процветать. А та политика, которая была предоставлена Межлисом, умение противопоставлять постоянно, умение как бы постоянно говорить о том, что русские зло, а татары хорошо, но при этом ничего не делают для крымских татар, а постоянно они находятся в ожидании, постоянно они находятся в оппозиции к власти, это должно уйти. Хорошо, вот еще у меня такой вопрос. Ну вот о судьбе Крыма мы поговорили, да, о будущем. Хорошо. А вот что же ждет эту Украину, раздерганную? Масса западных областей, собственно, поддержала новую власть. На Украине царит просто какая-то смута. Эти толпы боевиков ездят по городам. Разгромили вчера, в частности, ночью в Харькове клуб «Бойцовский оплот», который, в общем-то, осуществлял защиту города и защиту от боевиков на Майдане. Что же будет с Украиной? На самом деле нет. Мы должны понимать, что не по своей воле оказалось так, что мы находимся в Севастополе, кто-то в Крыму, а кто-то в Харькове, кто-то в Одессе. Понятно, что люди выбрали там, где им было хорошо, там, где у них получалось. Нужно понимать и не делить. Крым – это не отдельно от Украины. Крым – это вместе с Украиной. И там живут такие же люди, какие мы, там живут такие же нации, и у них такая же проблема. И мы не будем полноценны, если мы здесь победим и не поможем им. Вот тот севастопольский опыт, который есть, он должен стать гарантом для зачистки всей Украины от этой нечисти. Там такая же проблема ваххабизма, хызбу-тахир, там такая же проблема экстремизма. И необходимо очистить всю Украину, показать, для чего это нужно сделать. Для того, чтобы не было у кого-то восприятия, как в свое время говорили о том, что «А, ну Украина – это не Россия, а то, что здесь живут русские мусульмане, ну можно что хочет, что и с ними делать». Мы должны сказать, что это наши братские народы, и украинцы тоже наш братский народ. И они также мучаются. Также известно, что у предпринимателей на рынках собираются дань, и говорят, что если вы не поедете на Майдан, то мы сожгем вас в бизнес. И нужно четко понимать, что они стали заложниками той политики западной. Хотя нам преподносят, что якобы вся западная Украина за Тегнебока, за партию «Удар», за Свободовцев, за Батькивщину – это неправда. Там полно людей, русских, украинцев, которые против этих фашистов. Но в свое время наша беда, что мы не проводили работу. Вот то же самое, как не было диалога у самой России поддержать своих соотечественников. И мы будем еще пожимать плоды. Но сегодня мы должны сказать, что необходимо не только спасти город Севастополь и Крым, а продолжить эту борьбу, помочь и сделать все меры, чтобы освободить этих людей. Иначе грош цена нам всем. Какой же ты русский, если ты не поможешь своему брату русскому? Какой же ты мусульманин, если ты не поможешь своему брату мусульманину или славянину? Кстати, делить я не хочу и не буду. Я хочу сказать, что когда возникает проблема, необходимо помогать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин